Всем привет! Вы на канале правильный выбор. Сегодня у нас обзор на видеорегистратор DIGMA FreeDrive 303 Mirror Dual. Чтобы получать уведомления о выходе новых роликов, подпишитесь на канал и активируйте колокольчик. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок, ее оставлю в описании. В поддержку канала жду ваши лайки и комментарии. Регистратор крепится на место зеркала заднего вида и абсолютно не закрывает обзор водителю. В комплекте с прибором поставляется мини-камера, которая устанавливается в задний бампер. Изображение с нее транслируется на экран, что еще удобнее, так как вы будете видеть дорогу непосредственно за автомобилем. Сторона корпуса, которая обращена к штатному зеркалу, содержит вентиляционные отверстия. Решетку встроенного динамика и отверстие, под которым прячется микрофон. Верхнее ребро устройства содержит разъем мини-USB для питания и соединения с ПК. Вход для подключения дополнительной камеры и слот карты памяти формата microSD SDHC. Кабели, вставленные в разъемы, уходят вверх, что позволяет скрыть их под потолочной панелью салона автомобиля. Видеорегистратор поможет вам доказать свою правоту в неоднозначной ситуации на дороге. Датчик удара вовремя среагирует в случае аварии и защитит эпизод с ней от перезаписи. Оптика девайса позволяет снимать ролики в разрешении Full HD. На видео можно будет четко разглядеть и номера автомобилей, и лица людей. Широкий угол обзора 120 градусов позволяет захватить в кадр не только дорожное полотно, но и обочину и часть тротуара, что очень важно при ДТП с участием пешехода. Устройство включается само, когда вы заводите автомобиль и выключается при заглушенном двигателе. Никаких дополнительных манипуляций с кнопками проводить не нужно. Помимо камеры, вместе с Digma Free Drive 303 вы получаете блок питания для прикуривателя и USB кабель. Последний пригодится, когда нужно будет сбросить записанные видео на компьютер. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты. Сейчас поделюсь с вами, начну с отрицательных. Меню мудреное. Вторая камера углом обзора только 90 градусов. Ночная съемка шумновато получается. Достаточно долго разбирался, как крепить этот регистратор к штатному зеркалу. Через полгода стерлась кнопка включения. Слабый угол поворота камеры. Флешка максимум на 32 гигабайта. Теперь перейдем к положительным. Удобный легок в настройке. При желании можно скрыть монитор, чтобы не отвлекал и было зеркало. Зеркало хорошее, большое, все видно. Удобно на стекло. Удобное меню, хорошее качество съемки. Экран с хорошим качеством изображения. Съемка в 1920 на 1080. Датчик удара. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Также не забудьте написать комментарий и поставить лайк. До скорой встречи на канале правильный выбор.